Военный полигон в селе Тоцкое появился в 1904 году, больше ста лет назад. Здесь проходили обучение будущие участники Первой мировой войны, бойцы, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. А сейчас здесь проходит обучение и боевое слаживание бойцы батальона «Ульяновск», будущие участники специальной военной операции. Мы провожали их всей областью. Под прощание славянки от старого вокзала мы взяли с них обещание вернуться живыми. Чтобы выполнить его, они тренируются день и ночь. Под палящим степным солнцем, в Стали и Кевларе. Сегодня батальон вновь уходит на боевые стрельбы в полном обмундировании. Стрельбы, как рассказал старшина третьей роты, идут каждый день. В учении не экономят ни сил, ни боеприпасов. С утра до 15.00 разрешают стрелять. То есть овладеваем стрельбой с автоматов, с пулеметов, с ручных гранатометов, с АГСов. Пока занятия на технике не проводилось, потому что в полк еще не пришло ни одной веденицы техники. Говорят, что сейчас механики, водители, экипажи будут отправлять какие-то учебные центры. В общем, 30% батальона в разъезде на обучениях. Занимаются минометчики, занимаются птурщики, занимаются командиры взводов переподготовкой. Связисты наши поехали в Ульяновский Мруц на обучение. В общем, готовятся люди. Спустя месяц подготовки это больше не переодетые в зеленку гражданские, а профессиональные солдаты. Некоторых из них мы уже знаем лично. Братья Денис и Дмитрий, их отец Андрей ушли служить батальон всей семьей. Мы знали их по именам. Теперь мы знаем и по позывным. Техник, кедр, физрук. Ну, сегодня у нас были стрельбы. Были стрельбы как с АК-12, так и с ручного пулемета Калашникова. Также еще были стрельбы с РПГ. Ну и также это была тактика ведения боя. И тактическая медицина. И тактическая медицина. Когда мы сюда приехали, нас здесь приняли очень хорошо. Сразу, то есть, нас как отдельный батальон, ну, выделили. И по плане подготовки, то есть, у нас идет все организовано, прям, очень хорошо. То есть, начиная от стрельб, заканчивая, и тактическим ведением боя, и медициной. Также экипировка. То есть, всем нас снабжают. В этом плане, как бы, все на высшем уровне. Отдельно ребята благодарят инструкторов. Большинство из них сами прошли через грозы СВО. Учат их не кабинетным истинам, а тому, что может спасти жизнь в реальном бою. Приезжали инструкторы, которые уже непосредственно были на СВО. Поэтому именно инструктора, у них, как бы, опыт большой. Поэтому вот. Было ли что-то неожиданное из тех уроков, которые они вам давали? Знание. То, что, чему учили, например, раньше, и сейчас по-другому. То есть, введение тех или иных действий в том или ином месте. Ну, то есть, совсем все по-другому. Время искажения, быстрота. Ну, то есть, такое. Сейчас, как бы, время технологий, поэтому, ну, как бы, войны ведутся совсем по-другому. То есть, если, как бы, раньше шли все друг на друга, то сейчас такого нету. Сейчас идет так же, как и радиоэлектронная борьба, так и, ну, наземная что-то. И вот, и поэтому сейчас немного сложнее в этом плане. Их папа взял себе позывной физрук. В память о десятилетиях работы в школе. Он офицер, ротный замполит. Целую жизнь назад он успел понюхать пороху в Афганистане. А участником СВО стал со второй попытки. Когда была мобилизация, меня тоже, как бы, призвали, но по прибытию втошло. Возраст у вас, извините, не подходит на тот момент был. Ну, все, меня вернули назад. Ну, а уже, когда потом возраст увеличили по званию до 60 лет, тут уже вопросов, как бы, вопрос отпали. Вот, и поэтому свободно с сыновьями поехал. Мы с матерью, ну, с женой моей, еще не знали, что, как это, куда они собираются. Но потом нас поставили перед фактом, что они собрали все документы, сдали в военкомат и идут по контракту. Сначала добровольцами в этот батальон, потом по контракту. Я съездил, посмотрел, кто там в этом батальоне. Оказывается, есть мои знакомые из боевого братства Суляновского. Я как сам руководитель Сурского отделения боевое братство. И тут, естественно, меня увидели. Андрей, ну что, давай с нами. Тяжело было в первую неделю. Потом привык. Теперь физрук – отец не только для своих двоих сыновей, но и для всей мотострелковой роты. Как и все в Тотском, благодарит за качественную подготовку инструкторов. Инструктора здесь вот к нам приезжали. Срок это Сульяновска были уже. Вроде говорили, еще разочек приедут. Потом с Ахмата. Сейчас они здесь тоже с нашими ребятами проводят. Отдельные виды занятий, скажем так. Обучение, которое непосредственно принимали уже участие на СВО. Ну, учат выживать. А выживать – это как? Это надо глубже закапываться. И примерно не спать. Все-таки все это в ваших руках. Безопасность, твоя безопасность. Если ты будешь плохо относиться к тому, что ты проходил, начиная от медицины при ранениях, заканчивая огневой подготовкой, то, конечно, будут потери. Ну, потери, сами знаем, в основном осколочные у нас. От осколочных ранений, я имею в виду. От осколочных ранений – это не закопались, не окопались. Короче, окапываться надо в первую очередь. Есть еще кое-что, что просили передать бойцы Ульяновска. Это благодарность за гуманитарную помощь, которую отправляем им мы и другие регионы. Народная поддержка приближает народную победу и напоминает бойцам, что за ними вся Россия. Ну, на текущий момент скажу то, что самым необходимым Министерство обороны нас надело. Ну, плюс от губернатора мы получили комплект обмундирования, который командование полка разрешает использовать для полевых выходов, чтобы не убивать ту форму, которую выдало Министерство обороны. Ну, и с одной стороны, когда форму постираешь, есть во что переодеться. Сейчас помощь, помимо Ульяновского, в гуманитарках приходит с Питера, с Подмосковья. Люди про нас знают благодаря телеграм-каналу. Там чаты, там чаты. Для всех мы не чужие. Все готовы помогать, чем могут. Огромное спасибо всем за помощь. Очень приятно, когда приходят особенно письма. Ребята на тумочках лежат. Ну, все это складируется сейчас, это уже готовится туда. Потому что тут у нас, в принципе, все есть. Все, то, что мы получили, там, и спальники, там, ну, все, все, все. За исключением пока вот зимнюю. Ну, и зимнюю дадут потом. И АЗК, и противогазы, ну, полностью у нас экипировали. И, естественно, бронежилеты, каски, автоматы, все. Отправка в зону СВО может произойти в любой момент. Дата и время неизвестны ни нам, ни самим бойцам. Ульяновск готов к ней. Готов встретиться с Симбирском и с Виягой, в охваченном пламенем Донбассе. Готов побеждать. И в следующий раз мы встретимся именно там. Все равно кто-то должен там быть. Кто-то должен защищать людей, обычных мирных граждан. И мы считаем то, что, ну... Все-таки наш опыт должен быть, присутствовать. Ну, настроение у всех боевое, отличное. То есть, нету чего-то негативного. То есть, как бы, коллектив слаженный. Все, соответственно, ждут непосредственно отправки в зону СВО. Потому что там нужна помощь. Там надо, ну, людей в отпуск отправить. Поэтому, вот, как бы, мы готовы. Ребята рвутся туда, потому что... Ну, сколько можно тут продолжаться? Все хотят уже поучаствовать непосредственно в боевых действиях. От Казнякова, по крайней мере, среди представителей Ульяновска, Ульяновской области и ребята с батальона 73, нет ни одного. В ближайшие, может, дни укомплектован. Вот тогда, может быть, команда, ребята, вперед. Андрей Творогов, Анатолий Рассохин. Улправда.ТВ. Продолжение следует...